Всем привет, в этом видео я покажу как создать программный RAID массив на Linux платформе. Итак, если вы решили создать RAID массив вам понадобится как минимум несколько винчестеров. При создании RAID массива на нескольких физических дисках следует обратить особое внимание на то, чтобы диски имели одинаковый размер, а в идеальном варианте лучше всего использовать диски одной модели. Также нужно определиться с выбором технологии управления вашим массивом. Существует три основных возможности – аппаратный RAID, аппаратно-программный и программный RAID массив. Первые два способа требуют наличия достаточно дорогих RAID-контроллеров и имеют один немаловажный недостаток. Если у вас горит не винчестер, а RAID-контроллер, то восстановить массив обычно можно будет только достав такой же контроллер. В этом видео я покажу как создать программный RAID, который собирается средствами системы на платформе Linux Ubuntu – ядро версии 20.04. Для создания и управления RAID-массивом потребуется утилита MD-ATOM, установить ее можно через синаптик или командой. APT install MD-ATOM. Во время установки система попросит параметры для обслуживания уже установленных массивов или для будущих. Чтобы не заморачиваться, оставьте предложенные параметры по умолчанию. Проверяем наличие дисков CAD, PROTS, PARTITIONS. Вот наши диски – диск SDA с установленной системой, и диски SDB, SDC и SDD, которые объединим в RAID. Перед тем как создать RAID необходимо подготовить жесткие диски, для соединения их в массив нужно создать разделы на дисках. Набираем SUDO FDISK DEV SDB. Для просмотра наличия разделов воспользуемся командой P. Создаем новый раздел, пишем N, указываем тип раздела, P основной или E расширенный, первый раздел, далее оставляем по умолчанию, жмем два раза Enter. Как видим создан новый раздел, вводим P, вот у нас созданный раздел SDB1. Для записи изменений пишем B в RAID, таблица разделов была изменена, началась синхронизация дисков. То же самое делаем и для двух других дисков SUDO FDISK DEV SDC. Проверяем что здесь ничего нет, P, создаем новый N, указываем тип основной P, номер раздела 1, оставляем по умолчанию Enter, Enter. Проверяем успешно ли он создан P и записываем изменения. И третий диск SUDO FDISK DEV SDD. П проверяем, N новый, P основной, первый номер раздела, Enter, Enter. П проверяем и W записываем. После этих манипуляций желательно выполнить команду SUDO PART PROP. Особенно актуально для RedHat и CentOS. На Ubuntu не обязательно, так как она подхватывает автоматически. Снова проверяем наличие дисков, прописались ли они в системе. CUT PROTS PARTITIONS. Как видим, все сделано успешно. Появились устройства SDB1, SDC1 и SDD1. Теперь можно приступать к созданию массива. Вводим команду SUDO MDADM CREATE DEV MD0 AES L уровень массива 5 N количество дисков 3 и указываем сами устройства DFSDB1, DFSDC1 и DFSDD1. Enter. Вот и все. На этом процесс создания RAID закончен. Смотрим диски, CART PRODES, PARTITIONS. Вот в самом низу наш раздел MD0 с объемом 200 гигабайт. Осталось сделать для него файловую систему mkfs.x2.dev.md0. Вот пошел процесс, идет сохранение таблицы, записаны суперблоки, ждем окончания. Готово. После смонтируем наш раздел Mount DEV MD0 MNT DFH. Вот наш смонтированный раздел на 197 гигабайт, 60 мегабайт используется и доступно 187 гигабайт. Чтобы убедиться в его работоспособности, давайте создадим на нем файл .db.input.file.dev.0.output.file.mnt.file.mp4. Block size равно 4096 и count равно 100000. Вот создан файл размером 410 мегабайт. Проверим директорию. Переходим на mnt.cd.mnt для отображения вводим ls, чтобы увидеть подробности lsl. Вот наш файл созданный рутом объемом 410 мегабайт. Смотрим объем наших дисков dfh. Как видим, занято уже 450 мегабайт. Проверить текущее состояние RAID массива можно с помощью файла proc.mdstat. Иногда из-за каких-то сбоев оборудование массива переходит в состояние инактив безо всяких ошибок на дисках. При этом все диски помечаются как неактивные. Выглядит это примерно так. Ничего страшного в этом нет. Вам надо всего лишь остановить массив командой sudo mtadm stop dev md0 и затем пересобрать командой sudo mtadm assemble scan force. Если произошел серьезный сбой массива, например вылет чрезмерного количества дисков, то массив тоже придет в состояние инактив. В этом случае простой пересборкой восстановить работоспособность не получится. Мало того, она может даже навредить. Так что будьте внимательны и в случае возникновения проблемы в первую очередь смотрите на состояние массива и всех его компонентов. Только потом не забудьте примонтировать файловую систему. При перезапуске массива это не будет сделано автоматически. Если у вас массив прописан в dtc fstab, то для его примонтирования обычно достаточно выполнить команду sudo mount a. Иногда случаются критические невосстановимые сбои, например, когда одновременно вылетают два винчестера из RAID 5 массива. Это приводит к полной неработоспособности массива и с первого взгляда к невозможности его восстановить. Если случилась такая беда, то в первую очередь посмотрите состояние всех компонентов массива. Вместо SDC 1 нужно поочередно поставить все компоненты RAID 5. Обратите особое внимание на последний блок каждого вывода. Во вторую очередь проверьте состояние смарт винчестеров и прогоните тесты поверхности. Важно убедиться, что физические винчестеры живы и нет никаких ошибок в чтении. Протестировать винчестеры можно с помощью дисковой утилиты, доступной в Linux. Теперь попробуйте пересобрать массив mdiadm.assemble.scan. Программная реализация RAID массива в системе Linux позволяет пользователю без особых затруднений создать дисковые массивы нескольких уровней с применением как физических дисков, так и логических разделов. Предоставляемых этой подсистемой возможностей вполне достаточно чтобы организовать хранение данных, ориентированное на надежность и на производительность. А на этом все, надеюсь данное видео было вам полезно. Не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. Свои вопросы задавайте в комментариях под видео. Всем спасибо за просмотр, пока.